в холодиль и руки я боялась включить свет тоже до света нужно было тянуться именно к столу так это все что я хотела сказать про ностальгию теперь значит следующий вопрос у нас совершенно о другом и мне его задала лилу 643 если я правильно называю это тоже моя постоянная подписчица и все вот эти три вопроса задали моя подписчица который постоянно комментирует я очень ему благодарна и смотрит мои видео вопрос звучит так сейчас прям в тему конечно гром верите ли верите ли вы какую-нибудь мистику я не про гадание сущности гномика а вот например вроде призраков старых за английских замков случалось ли с вами что-то необычное и риснули бы вы на такой туризм как провести ночь в таком замке как я уже говорила в одном из своих предыдущих видео я агностик наверное больше всего то есть я не могу сказать что я вот абсолютно ни во что не верю и в то же время я не могу сказать что я очень сильно в что-то верю провести ночь в английском замке ну если не одна то может быть то есть если я бы со своим мужем например проводила там ночь наверно может быть хотя он меня напугал потом привидениями 1 наверное знаете я вот конечно когда была помоложе я вообще ничего не боюсь а сумму чем боялась я любила всякие как качели карусели чувство страха вот этот мне нравилось там американские горки ты прям вообще я прям глаза горели сейчас я как-то уже вот побаиваюсь я не знаю наверное это уже вот с возрастом есть такая штука что начинаешь как-то опасаться за свою жизнь вот но мне днем бы побывать в таком вот замке в каком-то таком эпичном месте мне бы хотелось то есть вот походить по таким местам где чувствуется веяние времени где когда-то что-то происходило много лет назад в привидения я один раз я просыпалась и я четко слышала что то есть у меня в спальне стояла кровать и стоял стол письменный я четко слышала что на стол что-то сыпется сыпется такого ощущения что сыпется как крупа какая-то мне сначала показал что это во сне я проснулась открыла глаза и мне в холодили руки я боялась включить свет тоже до света нужно было тянуться именно к столу но сидя на кровати я слышал этот звук и он не проходил я не знаю что это было то есть на потом когда все-таки я набралась смелости и включила свет ничего не было и звук исчез я не знаю что это было мне конечно говорили что это как бы домовое но может быть конечно и домовой ну в общем не знаю что вот это было но вот такой момент моей жизни был еще были такие сны когда мне я плохо тоже меня есть видео объединенные отношения я плохо жила со своим первым мужем маме своей не рассказывала и однажды она пришла ко мне на проходную и сказала что ей погадала одна старая женщина на меня и сказал уж ей сказала что я очень плохо живу со своим мужем причем сказал такие подробности которые в общем то никто не мог знать я конечно могу предположить что мама просто откуда-то узнала но боясь раскрывать своих источников вот такой насказательной форме мне это рассказала но некоторые подробности которые она рассказывала как бы никто в принципе не мог знать меня очень тогда тоже это поразило и она же это гадалка нагадала что я в скором времени встречу другого человека с темными волосами и уеду с ним далеко ну вот так и получилось я после того как ушла первого мужа в очень непродолжительный срок встретила своего сегодняшнего мужа мы с ним познакомились это же достаточно быстро поженились и уехали в россии ну правда не сразу но все-таки уехали вот это еще один такой ну можно назвать мистический момент это же связанные вот перед тем как мне уйти от первого мужа мне во сне пришел мой дедушка и сказал такую фразу но может быть это тоже вплотную фантазии просто я как бы уже наверное была готова уйти и вот это моя фантазия не моя фантазия моё подсознание мне выдавала такие моменты и он сказала зачем ты мучаешься с этим человеком обязательно уходи от него иначе ты можешь в общем умереть что еще один не сон приснился но это тоже как бы не совсем мистическое но мне просто он очень запомнился но он больше относится наверно к этой теме поэтому я расскажу мне приснилось что как будто я попала на небо ну как на небо то есть я как-то поднялась как будто бы над землей и была с какой-то женщиной уж я не знаю дел марии это было или просто какая-то женщина была не знаю очень не могу сказать кого сне я единственная помню что я смотрела вниз я и говорила я хочу назад у меня там дочка мне нужно ее воспитать на скал нет кто сюда попадает назад не возвращается и еще я спросила а как мне можно помочь своей дочке вот мы будучи здесь ну я помню мне такая тоска в этом сне во сне взяла прям вот душераздирающая тоска была в этом сне поэтому мне так сильно запомнился она сказала что ты можешь раз в год помогать своей дочери вот но как бы не совсем таким путем как ты думаешь но ты должна будешь здесь зарабатывать ну для того чтобы помочь ты должна здесь будешь зарабатывать то есть вот там как бы на небе ли я не знаю где но в ходу у них там не деньги а какие-то тоже ну вещи но не деньги ну что-то типа денег то есть ну какие баллы ты будешь например там я не знаю палочки зарабатывать как раньше вот и на эти палочки ты можешь там или здесь себе что-то там в общем какие-то полагать делать или помогать своим родным внизу а еще я у нее этой у этой женщины спросил я говорю вот мы здесь на небе а как здесь с богом встретиться ну как вот тут поговорить на вроде кого нет эта женщина сказала здесь бог с нами не говорит бог слышит только людей земли то есть молиться можно только земли отсюда ты уже с богом никак не говоришь вот такой у меня снился сон уж не знаю как его расценивать расценивать как хотите но я вам рассказала что мистическое или полу мистическое со мной происходило еще мне на эту тему задавала также вопрос татьяна муся и все правильно произношу опять таки извините на нанде здравствуйте вопрос веришь ли в домовых и тому подобное и какие-нибудь истории связанные с ними были но в общем то я вот сейчас рассказываю именно все то что в принципе какой какой то мистическое со мной происходило еще расскажу один момент это про приметы в общем то я не особо суеверный человек но все-таки у меня есть свои какие-то приметы каким я придерживаюсь я не знаю может быть и вы ими придерживаться может вы считаете это глупо но тем не менее я просто расскажу перечень таких примет которым я придерживаюсь первая примета это когда мне предстоит какая-то длинная дорога я обязательно сама сажусь но как говорится напоследок посидеть и всех своих родных сажая но в общем то эта примета имеет под собой очень нормально определенный смысл так как когда вы перед дальней дорогой присаживаетесь вы думаете не забыли ли вы каких-то документов не забыли ли вы что-то сделать выключить или там сделать какие-то предпоследние действия так кому-то позвонить или все такие вещи то есть это даже по хоть и приметы это даже на скажем так полезная привычка еще примета когда кто-то уезжает в дальнюю дорогу я стараюсь не не то что россия не подметаю пока этот человек не доедет до места назначения и еще когда я возвращаюсь если я например вышла и что-то забыл я смотрю в зеркало глупо не глупо но я и так делаю и еще одна примета не отмечать 40 лет я сама не отмечала 40 лет и я помню был такой момент мы сотрудниц когда еще работала на строймашцентре мы сотрудницами разговаривали что вот 40 лет не надо отмечать это не хорошо то 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 ля 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 и с нами сидела одна сотрудница который сказал и деревенщины глупые не отличие не отмечать 40 лет какие глупости суеверия вы как бабки деревенские мы сказали ну ладно отмечай а ей как раз через два года должно было бы исполниться 40 лет ну так вот история это уже забылась эта сотрудница которая скал фи она уволилась завода ушла в другое место но мы еще так поддерживали связь и значит в один летний день она мне звонит и я тут была в таком каком-то в общем я упал мусы не чистила но в общем мне не особо было удобно разговаривать поэтому я значит беру телефон она говорит ты представляешь ты ведь была права я сначала даже не поняла в чем я была права она горит мне ведь где рождение вчера был я голове поздравляю тебя с днем рождения до сих пор как бы меня не я не могу не могу понять о чем она куда наклонит она вот вы мне тогда говорили не отмечать 40 лет а я вот стала отмечать мы вот пошли и в общем она короче прыгнул с тарзанки ну то есть конечно она была вы можно конечно сказать что человек выпил но тем не менее мы часто люди выпивают но именно в 40 лет у нее случилась такая история что она прыгнула с тарзанки и раздробила себе пятку и после этого после такой травмы очень долго у нее заживала нога в связи с этим и ей пришлось оставить свое место работы так как там даже после того как она вышла с больничной она не могла нормально работать какой работодатель захочет держать сотрудника который не работает и в общем вот она уволилась так что вот хотите верьте хотите нет хотите скажите совпадение хотите нет но тем самым вот так было на этом вопросы закончились к сожалению если у вас будут еще какие-то вопросы которые вы хотели бы чтобы попала в видео вопрос-ответ то обязательно задавайте вопросы можете под этим видео может быть можете под следующими видео если под следующими желательно конечно с хэштегом вопрос-ответ я с большим удовольствием сниму еще такое видео потому что сама я такие видео у тех блогеров которых я смотрю очень люблю и они всегда подумают какие-то интересные темы поэтому я жду ваших вопросов и когда они наберутся достаточное количество и вопросы будут интересные я запишу еще такое видео с ответом на ваши вопросы на этом до скорых встреч подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и дизайки нажимайте на колокольчик все до скорых встреч